И вообще подумайте, а плотность на всех, в любых условиях одинаковая вода или она меняется, от чего зависит? А где расстояние между молекулами больше, в холодном виде или в горячем виде? В теплом, в теплом больше. Да, да, и поэтому плотность будет меньше, а когда вода холодная, то плотность будет больше. Поэтому плотность зависит от температуры. Урок химии не в школьном кабинете, а на настоящем производстве. В Центральной заводской лаборатории производственного объединения «Старт» зареченские восьмиклассники увидели применение теоретических знаний на практике. Ребятам рассказали, какой широкий спектр исследований проводит лаборатория градообразующего предприятия, каким оборудованием располагает. Школьникам даже разрешили самим провести химические опыты. Вот отсюда зачерпываешь. Так. Так. И теперь вот сюда. Пока одна группа школьников пробовала себя в роли лаборантов, другая изучала производственный процесс. В механосборочном цехе ребятам продемонстрировали работу на станках. Не знала, что есть такое предприятие, такой цех. Я впервые сегодня увидела и узнала, как делают детали, какие есть приборы и машины, чтобы делать детали. Сегодня удалось успеть обозреть работу станков и заготовки некоторых деталей. Экскурсии в заводские подразделения для зареченских школьников организовали в рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов». Целый месяц юные горожане знакомились с историей предприятия, его производственными возможностями, а также востребованными профессиями. Я думаю, эти экскурсии проводят для того, чтобы задать ученику направление будущей профессии, чтобы ему было к чему стремиться и хорошо учиться. Мне кажется, экскурсии такие проводят для того, чтобы дети узнали много чего нового, чтобы посмотрели, как делали детали, и чтобы в дальнейшем, может быть, связали свою жизнь, чтобы они были фрезеровщиками или техниками. Мне хотелось бы связать свою жизнь с профессией токарем или фрезеровщиком. Так я считаю, это очень интересно и познавательно. За время акции на производственном объединении «Старт» побывали несколько сотен мальчишек и девчонок. Вполне возможно, что по прошествии нескольких лет кто-то из них придет на градообразующее предприятие уже в качестве сотрудников.